На прошлой неделе в Москве прошел 18-й московский международный курс по рентгеноэндоваскулярной диагностике и лечению TCT Russia 2016. Одно из важнейших специальных мероприятий в мире и крупнейший российский конгресс, посвященный проблемам эндоваскулярных методов диагностики и лечения. Это масштабное мероприятие уже пятый раз проводится российским обществом специалистов в области рентгеноэндоваскулярных методов диагностики и лечения сосудов из сердца совместно с Фондом исследований сердечно-сосудистых заболеваний США CRF. Российская конференция TCT – одно из пяти ежегодных мероприятий образовательной и научной программы, проводимой CRF по всему миру. В этом году конференцию посетили порядка полутора тысяч специалистов из более чем 40 стран мира. Трехдневная программа конференции была составлена исходя из концепции всестороннего обсуждения перечня наиболее актуальных проблем для мировой эндоваскулярной хирургии. Для этого были организованы прямые включения из трех ведущих российских клиник. Первый день был посвящен лечению врожденных пороков сердца, в том числе и работе с детьми в возрасте от 100 до 200 дней. Проблемы диагностики и лечения такого рода патологии всегда тесно связаны с вопросами коронарных вмешательств, обсуждение наиболее сложных случаев которых и завершило первый день Конгресса. Центральным событием первого дня также стала секция, посвященная международной инициативе Stand for Life, которой Россия на национальном уровне присоединилась 17 февраля 2016 года. Эта инициатива направлена на повышение доступности эндоваскулярных методов лечения для населения, а также на повышение контроля качества медицинских услуг в этом направлении. Среди обсуждаемых вопросов наиболее важными были повышение загруженности и эффективности существующих сосудистых центров, а также повышение доступности различных лекарственных препаратов во всех странах, присоединившихся к инициативе. Как оказалось, даже в Европе и в некоторых странах больным доступны не все имеющиеся в наличии препараты. В рамках второго дня конференции обсуждались вопросы вмешательств на периферических сосудах, а также новые методы лечения больных со структурными болезнями сердца. Свои последние разработки в этой области представили все мировые компании-лидеры Эбот, Мектроник, GE Меллскер и Кардиомедикс. В ходе второго дня Конгресса было рассмотрено три наиболее сложных клинических случая. Сделаны важные выводы относительно особенностей и эффективности целого ряда препаратов, рекомендованных для пациентов при чрезкожных вмешательствах с высоким риском. Заключительный день Конгресса был посвящен протезированию аортального клапана и вмешательствам на левом предсердии и метральном клапане, который относится к наиболее сложным операциям. Третий день также был посвящен подведению итогов предыдущих обсуждений и разборов клинических случаев, были выработаны новые рекомендации в области терапии, отбора пациентов и диагностики. Особого внимания заслуживает специальный сестринский курс для среднего медицинского персонала, который традиционно проходит параллельно с основной программой Конгресса. Как и в предыдущие годы, в программу сестринского курса был включен разбор ряда клинических случаев. В этом году целая серия заседаний была посвящена практическим рекомендациям для медсестер в эндоваскулярных операционных. Свои требования к ассистирующему персоналу представили врачи из России, Германии, Италии, Франции, Великобритании, США, Бразилии, Греции, Чехии и Польши. Субтитры создавал DimaTorzok